Пенсионер 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 К Sharma Лукашенко Я заявляю сразу Это лгун которых только можно найти в жизни Он очень сильно держится за власть И готов врать Все напропалую А от экономики Экономика Это как мыльный пузырь Она будет расти И в один прекрасный день Как-то тоже была девальвация с рублем нашим, когда доллар стоил 3 тысячи, потом резко стал 6-7, дальше будут подниматься. То же самое и здесь. Будет до какого-то момента тянуть, 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 и затем все обрушится. Наши предприятия и так уже все давно проданы, заложены уже давным-давно. Поэтому я думаю, что здесь дело, что моя зарплата, которая полтора миллиона, теперь я себе на нее практически ничего позволить такого не могу, только выживание. В этом будущем, я думаю, что мне придется продавать цветы где-нибудь возле метро. Выколачивает, потому что Лукашенко деньги с населения. Вот сейчас подорожаю, все в три доллара платить. Лекарства, например, у меня было лекарство, без которого я не могу обходиться, было 50 тысяч, сейчас 82 тысяч. Вот я нашел и еду с озера вот сюда, вот в район этого, за лекарство, потому что там немножко дешевле. Так что я нашему президенту сейчас не верю. То, что все станет хорошо в ближайшие полтора месяца, я не верю. Вот мой ответ. А чего вы чекаете от этой ситуации? Не знаю, мне кажется, что кризис на нашей стране только развивается пока что. Не верю, в общем, дальше. Вы цены видели в магазины? Ну, вот и все, как бы не верю. Дальше еще хуже. Мяса нету, молока нету, ничего нету. А мы ему верим пока что. Верите? И чего вы чекаете, вот конкретно, может быть? Ну, у нас лично проблем нету сегодня. Все так доброе? А я не верю. А чему? А что верить? Я вижу, как... Что есть, на самом деле. Может быть, он и правильно сказал, но мы разбалованы немножко. Надо немножко было потихоньку поднимать нашу экономику. Ну, а сейчас поглядем. Может, что-нибудь изменится лучшему. Я думаю, что надо к этому стремиться. Помогать ему? Помогать ему? Так я же говорю, что зараз кризис, которого требовалось ему. Виноват и мы, а не он. Я думаю, что он вырастет очень, очень намного, потому что экономические реформы у нас не проводятся. Это для всех известно. И движения никакого к развитию у нас нет. Поэтому будет очень плохо. Ну, я думаю, где-то он будет в районе 8 тысяч, это как минимум. Я думаю, что если все-таки будет введение дополнительной сессии, то курс немножко завысится, но потом здесь стабилизируется, наверное, в районе 8 тысяч. Так думается. Мои прогнозы... Тысяч-десять. Десять тысяч где-то, но при том, я думаю, что доллара все еще не будет нигде купить, ни в одном обменном пункте. Теневой доллар на теневом рынке будет где-то около тысячи 13-14, евро около 20. И, как он говорил якобы, что доллар можно будет купить по паспорту, на какие-то там нужды. Все равно долларов не будет. Курс будет большой, валютчики все равно будут еще больше загибать. И, в общем, все будет еще хуже, намного хуже. Вы знаете, что быстрее бы его отпустили. А какая уже разница, какой будет? Все равно все будет приравниваться к доллару. Но, во всяком случае, хоть будет какая-то ясность. Будет так, как валютчики просят там. Ну, на рынке, на ждановичах, например, товары продают. Примерно вот это он и установит, цена такая. Где-то около 8-9 тысяч, наверное. 8-10 тысяч, наверное. 12, может, тысяч. Ну, доллар где-то приблизительно 15 будет. Но не меньше. 15-20. Как на Россию? Мы пойдем на Россию. В России 25, и у нас должен быть такой же курс. Чтобы урона вешать. Будет 1-29 тысяч рублей, потом проснемся в России. Без ноликов.